Здравствуйте, уважаемые слушатели онлайн-курса физическое металловедение. На прошлом занятии мы закончили изучать первую тему блока физическая природа фаз в твердом состоянии. Познакомились с физическими соединениями, изучили их разновидности. Сегодня мы приступим к изучению новой темы этого блока и поговорим о диффузии металлах. Диффузия – это перенос вещества, обусловленный беспорядочным тепловым движением диффундирующих частиц. То есть диффузия – это процесс перемещения атомов, молекул или других частиц вещества от области более высокой концентрации к области с более низкой концентрацией. Этот процесс происходит в результате теплового движения частиц, когда они случайным образом сталкиваются и перемещаются в пространстве. Диффузия является важным процессом в различных областях науки и техники, таких как химия, физика, биология, металлургия и материаловедение. Важно отметить, что диффузия может происходить как в газах, жидкостях, так и в твердых телах. И она играет ключевую роль во многих процессах, включая транспорт веществ, диффузионные реакции и многое другое. Основными типами движения при диффузии в твердых телах являются случайные периодические скачки атомов из узла кристаллической решетки, соседний узел или вакансию. Различают самодиффузию – это перемещение атомов металла в кристалле, жидкости или газа. Гетеродиффузию – это перемещение чужеродных атомов. Реактивную диффузию, которая сопровождается реакциями образования промежуточных фаз. Существует также прямая диффузия, когда происходит перемещение атомов в направлении градиента концентрации в сторону низкой концентрации вещества. Обратная или восходящая диффузия – в этом случае перемещение атомов происходит в сторону более высокой концентрации. Диффузия происходит в трех средах – в газах, жидкостях и твердых телах. Диффузия в газах происходит быстрее всего, она занимает несколько секунд или минут. Диффузия в жидкостях может занимать от нескольких минут до нескольких часов. Диффузия же в твердых телах протекает с течением нескольких лет. Частицы газа далеко удалены друг от друга, между ними существуют большие промежутки. Сквозь эти промежутки легко перемещаются частицы другого вещества. Поэтому диффузия в газах протекает быстро. Диффузия в жидкостях занимает целые минуты, иногда может занимать часы. Это зависит от температуры и плотности вещества. Частицы в жидкости расположены так, что расстояние между частицами меньше их размеров. Этим и обусловлена такая скорость перемещения частиц. Диффузия в твердых телах протекает очень медленно, до несколько лет, из-за большой плотности твердых тел. Промежутки между частицами очень маленькие, поэтому другим веществам очень сложно проникнуть между ними. Скорость диффузии зависит от нескольких факторов. Первое – это температура. Частицы движутся из-за кинетической энергии, связанной с ними. По мере повышения температуры, кинетическая энергия увеличивается. В результате частицы будут двигаться быстрее. Второе – агрегатное состояние вещества. Как влияет агрегатное состояние вещества на скорость диффузии, мы говорили ранее. Третье – внешнее воздействие. Внешние факторы могут значительно влиять на скорость диффузии, то есть на перемещение атомов, молекул или других частиц вещества, через другие частицы или вещество. Четвертое – градиент концентрации. Молекулы перемещаются из области с высокой концентрацией в область более низкой концентрации. Если разница в концентрации выше, то молекулы будут снижать градиент концентрации быстрее. Пятое – масса частиц. Более тяжелые частицы будут двигаться медленнее и, следовательно, будут иметь меньшую скорость диффузии. Шестое – плотность. Среда, через которую должна распространиться данная частица, является очень плотной, то частицы будет труднее диффундировать через нее. Поэтому на процессы диффузии можно влиять с помощью всех перечисленных факторов. Уважаемые слушатели, сегодня мы начали изучать вторую тему блока «Диффузия в металлах». На следующем занятии продолжим изучение этой темы и поговорим о механизмах диффузии в металлах. В процессе подготовки к лекции были использованы материалы, ссылки на которые представлены на слайде. «Диффузия в металлах» «Диффузия в металлах»